Поменял, наконец-то, тормозные диски, накладки по кругу. Буквально вчера это я сделал, тормозные диски. Видите, еще полоски есть родные. Не до конца притерлось. Спереди то же самое. А какие тормозные диски и накладки поставил, как я их выбирал, сейчас расскажу. Всем привет! Получился Алиэкспресс-заказ. Уж догадались, наверное, это решетки. Это решетки на мой автомобиль. Сейчас покажу. О! Красивые китайские решетки. Ну, не красота ли, а? И как вы думаете, сколько это стоит? Сделано, конечно, так себе. Мне хром такой, как у меня, не особо нравится. Мне нравится, чтобы вот, если машина темная, по крайней мере, чтобы и решетка была полностью черная. Цена вопроса 1400 рублей, но ждал полтора месяца. На днях буду ставить. В принципе, видео уже много в Ютубе, как это все делается. Тоже сниму на всякий случай. Ну и посмотрим, как будет выглядеть машина с этой решеткой. Ну да, я знаю, конечно, что сказал Максим Шилков про это. Ну ладно, он же этого не видит и не увидит. Самая настоящая китайская подделка. Так, вернемся к нашему вопросу про тормозные диски и накладки, соответственно. Кто смотрел первые выпуски, я говорил, что мне надо поменять тормозные диски и накладки, соответственно. Они стояли у меня родные. Точнее, диски стояли родные, как говорил владелец. Накладки тоже говорил оригинальные. Ну, понятное дело, он их уже менял. Какой официальный дилер. Как он мне говорил, я не знаю, так это не так. В общем, что я себе купил. Я купил тормозные диски компании Bosch. Накладки компании Remze. Bosch всем известная компания, немецкая компания. Remze это испанская компания. Почему не оригинал? Во-первых, оригинал дорог. Понимаю, если ты купил новую машину, и у тебя есть деньги на новую машину, BMW тройки, я уж не говорю про новый кузов, который стоит сейчас около 3 миллионов. Я говорю даже про эти автомобили, которые в свое время, пару лет назад, стоили 1 миллион 700-2,5 миллиона. Да, понятное дело, это совсем другие люди. Первые владельцы, это совсем другие люди. Они отличаются от вторых владельцев. Вторые владельцы, это либо у них денег не хватает на новую машину, соответственно, приходится экономить и на запчастях. Второй тип людей, это те люди, у которых хватает денег на новый автомобиль, но они решили сэкономить, купили бушную машину. Во втором случае, скорее всего, человек, опять же, не будет покупать оригинальные запчасти. Почему? Потому что он экономист. Да, у него есть деньги, но он купил машину, решил сэкономить. Также, скорее всего, он и решит сэкономить и на запчастях. То есть, но сэкономить на запчастях, я в этом ничего такого ужасного не вижу. То, что у меня будут стоять диски Bosch, например, а не родные диски. По поводу накладок, еще вернемся к этому вопросу чуть-чуть. И у меня есть, конечно, вопросы, забегая вперед скажу. Почему я решил поставить себе Bosch диски? Возможно, мой опыт кому-то пригодится в дальнейшем. Ну, как и все, я начал с интернета. Отзывы, статьи и так далее. Наткнулся вот на такую статью. Выпираем тормозные диски, правильные инструкции с картинками. Как раз-таки BMW F30. Человек действительно заморочился. Написал длинную статейку. Описал оригинальные диски, неоригинальные, тюнинг. Рассмотрел он несколько вариантов дисков, несколько компаний. Я, опираясь на эту статью, как раз-таки и начал себе подбор тормозных дисков. Рассматривал ATE, Bosch, Brembo, Zimmerman, Tickstar. Не помню, рассматривал, не рассматривал. По-моему, они были дороже. ТРВ. ТРВ еще рассматривал. ТРВ у меня сразу отпал. Дело в том, что у меня друг где-то полгода назад поставил себе на Mazu CX-5 диски ТРВ. И эти диски у него появилось. Я, конечно, не говорю, что это со всеми дисками. Понятное дело, контрафакты могут попасться. Но уже впечатление вот какое-то такое сложилось. И вот мне не хотелось просто покупать еще раз ТРВ. То есть проверять, повезет мне, не повезет. Понятное дело, и у Bosch может быть контрафакт, и у ATE, и даже оригинальные диски ты можешь купить контрафактные. Так, по поводу оригинальных дисков. Я уже сказал, да, они дорогие. Сейчас мы по ценам тоже посмотрим. Потом, ATE. Опять же, я смотрел и отзывы. Кто-то говорит, что ATE это супердиски. Кто-то говорит, что даже оригинал BMW заказывает диски у ATE. Разные отзывы. Я так понял. Диски должны быть из высокоуглеродистой стали. Именно из высокоуглеродистой стали диски, менее подвержены перегреву, более износостойкие. Вот тут описывает человек, какие диски высокоуглеродистые. Я понимаю, и Bosch может делать не из высокоуглеродистой стали. Но когда я его выбирал, я именно смотрел из высокоуглеродистой стали. В некоторых сайтах это описывается. То есть состав. Вот, например, я рассматривал несколько сайтов. Это Yulsan, Autodoc и Exist. У Exist и Autodoc цены примерно одинаковые. Например, я сейчас покажу. Видите, да? Цена какая была на тот момент, когда я искал. И сейчас, на сегодняшний день, доллар подскочил. Вот тебе, пожалуйста. Уже рублей на 600 ценник поднялся. Стоил 2 900, сейчас 3 500. Вот. Заходим в информацию. Видите, обработка высокоуглеродистой. Применяемость. Я купил диски. Цены сейчас скажу. Ну, в общем, почему же это Bosch? Ну, во-первых, Bosch компания именитая. Во-вторых, по цене более-менее подходит. Почему я опять же Brembo не захотел? Опять же, это отзывы. Да, я не знаю, то ли это правдивые отзывы, то ли это неправдивые отзывы. Ну, вот, например, да, смотрим. Отзывы разные, да. Решил просто выбрать для себя Bosch. Я, в принципе, накладки Bosch ставил, да. Диски никогда. Я, кстати, поймал себя на мысе, сколько у меня машин было. Я никогда не менял диски. То есть, как покупал, так и ездил. У меня никогда не было, чтобы диски были съедены до такого состояния, как вот на BMW. Ну и да ладно. В общем, диски я никогда не менял. ТРВ отказался из-за того, что у другого было. АТЕ слишком дорогие. Опять же, отзывы неоднозначные. У Bosch, в принципе, тоже такие же отзывы попадаются. Поверил в эту компанию, да, в Bosch. Это раз. А во-вторых, у меня, оказывается, один знакомый товарищ. У него есть магазин автозапчастей. Я с ним тоже посоветовался. Он говорит, контрафакта много. Но у меня есть программа определенная, которая может сверить, по крайней мере, Bosch-овскую. Я тебе могу проверить Bosch на оригинальность. Я не знаю, как он это проверяет. Программа платная, так как он занимается запчастями. Он покупает эту программу. Я не знаю, как она оплачивается, как называется она. Вот. Я через него заказывал. Он уверен, что это именно оригинальные диски. Посмотрите, как выглядят эти диски. Задние диски в одной коробке продаются по две штуки. Ну и цена более-менее. Вот так выглядят передние диски. Они в разных коробках идут. В описании, кстати, опять же, по отзывам, у некоторых есть крепежный болт в комплекте, а у некоторых нет. У меня не было. Так, это два передних, два задних в одной коробке. Крепежного болта тоже в комплекте нет. Вот так выглядит. Давайте посмотрим цены. Допустим, вот этот тот же самый Зиммерман, он стоит дороже, да? Причем, опять же, там отзывы есть всякие разные. Есть хорошие, есть плохие. Сейчас посмотрим. Тоже обработка высокоуглеродистой, с покрытием. 3 800, да? Это был передний. Ну, вот они, вот они цены. Просто тут, опять же, кто поставщик, цены разнятся. Вот они в наличии. Доставка 1-2 дня. Это сайт у меня, Юл Сан. Сейчас посмотрим, кстати. А вот это передний, да? Это передний был диск. Вот АТЕ. Кстати, цена стоила 2 900. Это за передний диск. Иногда бывает то, что диски задние дороже. А, это, кстати, задний диск, да? 3 100 рублей. А вот это, скорее всего, передний. 3 944. На тот момент стоил, это АТЕ, когда я смотрел, примерно это было месяц там назад. Но после этого уже с долларом произошли непонятные вещи. А почему непонятные? Все понятно, все ясно. Вот диск Бош. Я на тот момент рассматривал. 2 950 рублей. Посмотрим, сколько он сейчас стоит. 3 500 1 с рублей. Ну, вот видите, цены как дорожают. Это передний диск. Тоже высокоуглеродистый. Посмотрим, сколько сейчас задние стоит. 3 100. Начинается. Ну, тут уже от доставки. Видите, я так понимаю, 91% это процент доставки. То есть, насколько вероятно, что тебе привезут диск, наверное, я не знаю. В общем, вот такие цены. Тормозные накладки. Опять же, очень много информации. Кто стоит Рензак, кто стоит Тикстар. Кстати, даже наткнулся на такое объявление. Есть такие диски, патрон. Я так понимаю, это Китай. Самый дешевый дешевый. Даже их стоят на их шестые. Люди пишут, что вообще идеал. Я не знаю, кто это. Вот, ну, самый дешевый китайский, кстати. Это уже, конечно, ну, мне кажется, перебор. Вот. Я поэтому, опять же, вернемся к тому, что мы, вторые владельцы, нужно выбирать что-то нечто среднее. Конечно, кто-то скажет, это уже у тебя не BMW, раз не оригинал, да. Соглашусь отчасти, соглашусь. Просто, опять же, цена машины, как Солярис. Вот я поставил накладки Ремза. Почему Ремза, да? Хорошая испанская компания, хорошие отзывы. Ну, и, понятное дело, и плохие есть отзывы. В общем, я решил себе поставить. Тоже есть отзывы, ребят, которые поставили, говорят, что вообще супер. Ни звука, ни шума. Кто-то говорит, оригинал поставил, свистит. Поставил АТЕ, АТЕ свистит. Кто-то поставил Ремза, Ремза идеал. Ну, я не знаю, действительно. Я посмотрел, цены хорошие. Страна, производитель хорошая, Испания, да. Особо плохих отзывов нет там. Решил поставить себе попробовать. Скажу так, проехал сейчас около 60-70 километров. Тормозят вообще плохо. Очень плохо тормозят. Но вы видели, да, пока еще вот не преработалось, как говорится, не притерлось, возможно. Надо еще проехать, я думаю, километров 100. Потормозить, поактивнее потормозить, возможно. Возможно, после этого станет лучше. Но, если лучше не станет, блин, ну, действительно. Вот даже у меня те убитые, которые были до этого, да, они были намного лучше. Реально, вот чуть-чуть нажимаешь, машина встает, как вкопанная. А это, блин, тут продавливать надо. Хорошенечко продавливать. А сами понимаете, чем больше продавливаешь, чем больше машина не может остановиться, тем больше греются диски, тем больше вероятность, что их поведет. Поэтому лучше стоять, наверное, накладки хорошие. Есть мнение, то, что оригинальные накладки для BMW поставляют компания Джурайт, либо Текстар. Вот это тоже, опять же, наткнулся на статью. Самое интересное, когда меняли. Открутили передние накладки. Вот, посмотрите, передние накладки. Прямо выбито на железе Текстар с одной стороны, а с другой стороны BMW. Оригинал это или не оригинал, я не могу сказать. Возможно, это действительно оригинал, и BMW написано, и Текстар. Возможно, это заменитель. Возможно, бывший владелец поставил не оригинальный, просто купил Текстаровские накладки. Сзади никаких опознавательных знаков на металле выбитого, такого нет, что Текстар или BMW. Да, написано вот на наклейке BMW, да. А вот сравнение, посмотрите, кстати. Настоящий оригинал это или не оригинал, неизвестно. Но, по словам владельца, машина обслуживалась только у официального DR. За диски я как бы не переживаю. Я действительно думаю, что они оригинальные, и Bosch все-таки компания нормальная. Я думаю, что Bosch не будет чухать совсем уж плохие диски. По поводу накладок, наверное, надо что-то другое. Опять же, есть такое мнение, что если даже Текстар поставляет для BMW накладки, состав у этих Текстаров, если ты покупаешь как Текстар, состав может быть совсем другой, нежели у оригинальных накладок. Так как оригинальные накладки делаются по заказу BMW и техзаданию BMW, да. Просто Текстар, который делается уже напрямую, продает Текстар, возможно, уже делается из других примесей, из других материалов. Возможно, это так. Наверное, все на этом. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Так, прежде чем завершить сегодняшнюю серию, я как раз проехался уже километров 300, наверное, да, и конкретно могу сказать про свои тормозные накладки. А скажу одно, они вообще не тормозят. По сравнению с тем, что было, и все-таки я подозреваю, что те накладки Текстар были оригинальными, они вообще очень хорошо тормозили. Но эти Ремза вообще не тормозят. Хоть я и видел отзывы, что якобы очень хорошие накладки, очень хорошо тормозят. Нет, нет, друзья. Да, возможно, если у тебя другая какая-нибудь машина, из дешевого сегмента, да, возможно, там родные накладки примерно такие же, как и Ремза. Возможно, туда они подойдут очень хорошо. Но на BMW нет. Так что будем менять накладки на другие накладки, какие не знаю пока. Будем снимать тоже обзор. А еще забыл пару моментов. После того, как накладки меняешь, надо сбрасывать бортовой компьютер, потому что у меня показывало то, что остаток по задним накладкам 2500, по передним 9000 километров показывал. Передний я сбросил, сейчас покажу. Надо удерживать. В общем, кнопку сброса километража. Двери должны быть закрыты. Машина заглушена. Удерживать кнопку каждый раз надо удерживать. И для сброса тоже надо удерживать эту кнопку. Сбросили. Это передние накладки. А вот задние, задние нифига не сбрасываются. Прокатился, еще раз попробовал. Нифига не сбрасывается. Опять зашел в интернет, посмотрел. Говорят, что это такой глюк. И надо ехать в сервис сбрасывать. Либо к официальному дилеру, либо в сторонний сервис, чтобы к тебе подключались к компьютеру. И сбросили. Еще один важный момент упустил. Когда накладки заказывал, мне пришли не те накладки. Я сам даже не смотрел, у меня какие накладки стоят. Увидел эти накладки. Я думал, что эти накладки у меня такие должны быть. Я еще удивился. Они такие мощные, какие-то красивые, необычные, нестандартные. Подумал, ну ничего себе, BMW делают накладки. А нифига, это оказывается от другой модификации. Не знаю от какой. Возможно от полноприводной. Возможно с тормозами М. Не знаю, врать не буду. Поэтому эти накладки мне не подошли. Я их сдал. Мне на следующий день отдали другие накладки. Вот такая вот ситуация. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...